Что батюшка говорил о последних временах? Что веру все равно сменят. Изменят символ веры. Да. Он нам часто говорил, я запомню, ковчега на престоле не будет, уберут его, как он не нужен. Веру не будут пить и отче наш. А там уже свое что-то там добавят. А это самое главное. Он сказал, ковчега на престоле нет, службы вести нельзя. Даже хранительница. Ни в коем случае. Это Ноев ковчег. И когда батюшку спрашивали, батюшка, так мы вдруг не узнаем, он говорит, ну если вы давно ходите в церковь, веру да отчего вы знаете, что не поет. А ковчег, когда царские ворота открыты, смотрите, ковчега нет, значит все. Отец Николай говорил, что в любое время, даже вот он, конечно, он так и выполнял, если даже ночью придет и попросят, что там больной умирает, я должен, обязательно должен встать и идти. Это моя обязанность. Не взирая ни на погоду, ни на чего, я должен идти и причастить. Поэтому дыры всегда должны быть. Всегда. А если нам в храмы нельзя будет ходить, что же тогда делать? Батюшка указывал? Собираться, говорит, будет где-то. Вот там небольшими кучками, может быть, где собираться будут и молиться будут. Останутся истинные пастыри? Мало очень. Он говорил, что останутся, но очень-очень мало, говорит. А все вот, все будут, все примут паспорта. Батюшка вот не говорил, что у нас будут женщины, женщины рукополагательные, не говорил? Он говорил, что у престола придет время, но на короткое время, но женщины будут стоять у престола. Это в нашей православной церкви? Да. Вот, видимо, когда сменят, видимо, уберут отец нашу веру, но не во всех церквях, не во всех. Он сказал, у престола поставят женщин. И это будет. Вот это он все, кто мой говорил, когда будет беззаконие, анархия, будут голых показывать, и ходить будут голые. Ходить будут голые. А то он все, вот это вкупе все говорил. После советской власти, вот это все будет скат. Ну, сейчас так и есть, как видим. Вот так же он и говорил. Над женщинами враг уж издевается, всяко-всяко, вот эти все моды, всякие короткие, каких только нету. Все, а над мужчиной как бы он не смог. Как был костюм, так и есть костюм. А батюшка ответил, нет. Над мужчинами враг надсмеялся. Только, ну, как он сказал, не все видят. Это не все видят. Не для всех понятно. Раньше хозяин был мужчина в любом доме. И в церкви был священник главный. А сейчас над мужчинами командуют жены. Это самое такое же насмехательство, что мужчины, враг мужчину унизил, что женщину возвысил. А Господь сказал, мужчина выше женщины. Мужчина первый. Да, как до потопа люди были развратцы. Сильный разврат был до потопа. Так и перед пришествием Господним сказал, так же будет разврат. Очень сильный. И голых показывают, и детей приучать будут. Он говорил, что это уже как-то приближение. Когда детей будут учить, это самое страшное. Это очень большой грех. Это уже самое приближение, как кончение. Когда будет вот этот разврат, когда анархия будет, и хорошие люди, которые выполняют по закону, они будут не в почете. И они будут судимы. Их будут осуждать. Что ты не так живешь, а ты живи так, как мы живем. Положит перед вами, говорит, вот крест и хлеб. Так что возьмете? Вот берите, говорит, крест, а не хлеб. Без гонения, он говорил много раз, без гонения кончина не будет. Потому что не хватает мучеников у престола. Мученики до креста, это души идут ко престолу. Он так объяснял. Какое число бесов упало на землю? И вместо них должны мученики, мученические души подняться ко престолу. Без его престола будет. Вот как он сказал, как последний мученик будет замучен, число исполнится. Так все. Просто армия